Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива МакКоннелла. Ну и сегодня начнем и думаю закончим главу 33. Книга, я вам могу сказать, уже почти закончилась. Тут еще пару глав и все. И нужно будет думать над новой книгой. Ну, не над написанием, а над тем, какую книгу было бы еще интересно почитать. Итак, глава 33. Называется «Личность». Ну так, итак, приступим. С момента публикации в 1965 году знаменитой статьи Эдсгера Дейкстры Программирование как человеческая деятельность. Личности программистов привлекают самое пристальное внимание ученых. Название книг, психология конструирования мостов и экспериментальные исследования поведения юристов могли бы показаться абсурдными. Однако, работы, психология программирования, экспериментальные исследования поведения программистов и так далее уже стали классическими. В какой бы области не работали инженеры, они должны знать возможности применяемых инструментов и материалов. Инженеры-электрики знают проводимость разных металлов и сотни способов использования вольтметра. Инженерам-проектировщикам строительных конструкций известны параметры прочности дерева, бетона и стали. Если вы разрабатываете программное обеспечение, вашим основным строительным материалом является интеллект, а главным инструментом вы сами. Вместо того, чтобы проектировать структуру до последних деталей и передать чертежи конструкторам, вы проектируете фрагмент программного обеспечения до последних деталей. И на этом работа над ним завершается. По сути, все программирование состоит в создании воздушных замков. Эта умственная деятельность почти что в самом чистом виде. Соответственно, когда разработчики программного обеспечения изучают существенные свойства своих инструментов и материалов, они изучают людей, интеллект, характер и другие атрибуты, не столь осязаемые, как дерево, бетон и сталь. При чем тут характер? Крайняя замкнутость программирования придает свойствам личности программиста особую значимость. Вы сами знаете, как сложно поддерживать сосредоточенность на протяжении 8 часов рабочего дня. Наверное, вы можете вспомнить день или месяц, прошедший впустую из-за чрезмерной концентрации в предыдущий день или месяц. Наверняка бывали дни, когда вы продуктивно работали с 8 утра до 2 часов ночи, после чего чувствовали, что пора отдохнуть. Но вы продолжали работать до 5 часов утра и тратили остальные дни недель на исправление того, что написали ночью. Программирование плохо поддается контролю, особенно потому, что никто на самом деле не знает, над чем вы работаете. У всех нас были проекты, при реализации которых мы проводили 80% времени над небольшим фрагментом, казавшимся интересным, и тратили 20% времени на создание остальных 80% программы. Ваш работодатель не может заставить вас стать хорошим программистом, а зачастую он даже не может оценить, насколько хороши вы как программист. Если вы хотите стать отличным программистом, вы отвечаете за это сами. Это зависит от вашего характера. Как только вы решили стать отличным программистом, перед вами открываются широкие перспективы. Исследования показывают, что лучшие программисты создают программы в 10 раз быстрее, чем их менее квалифицированные коллеги. Время, уходящее на отладку кода, а также объем и быстродействие итоговой программы, уровень ошибок и число обнаруженных ошибок также различаются примерно в 10 раз. Вы ничего не сделаете со своим интеллектом, но вы можете изменить свой характер. Именно от характера зависит, станете ли вы превосходным программистом или нет. Интеллект и скромность. Интеллект не кажется чертой характера и на самом деле не является им. Высочайший уровень интеллекта далеко не главное условие для человека, желающего стать хорошим программистом. «Что?» – спросите вы. «Для этого не нужно быть суперинтеллектуальным?» Нет, не нужно. Никто не обладает достаточным для программирования уровнем интеллекта. Чтобы полностью охватить и понять сразу все детали, даже средней программы, человек должен был бы обладать почти неограниченными возможностями. Способ использования интеллекта важнее, чем его уровень. Ну и приведу цитату. «Чтобы стать экспертом в практической или научной области, нужны огромный труд и долгое время. Если человек добросовестно трудится каждый час рабочего дня, когда-нибудь он проснется одним из самых компетентных специалистов своего поколения» – Уильям Джеймс. Итак, как было сказано, лекцию, посвященную получению премии Тьюринга в 1972 году, Эцгер Дейкстра назвал «скромный программист». Дейкстра заявил, что большинство аспектов программирования являет собой попытки компенсации строго ограниченных способностей разума. «Самые лучшие программисты» – это те, кто понимают, насколько ограничены их возможности. Они скромны. Худшие программисты отказываются признавать, что их способности не соответствуют задаче. Характер не позволяет им стать отличным программистом. Чем усерднее вы работаете над компенсацией ограниченных возможностей своего разума, тем лучше будете программировать. Быстрота вашего развития напрямую зависит от вашей скромности. Многие методики эффективного программирования призваны снизить нагрузку на ваш мозг. И вот несколько примеров. Первый. Цель декомпозиции системы. Это сделать систему проще для понимания. Второй пример. Обзоры, инспекции и тестирование представляют собой способы компенсации ожидаемых человеческих оплошностей. Эти методики обзоров возникли как часть обезличенного программирования. Если бы мы никогда не совершали ошибок, нам не нужно было бы выполнять обзоры своего кода. Однако наши интеллектуальные способности ограничены, поэтому мы дополняем их способностями других людей. Третий пример. Ограничение объема методов снижает нагрузку на ум. Четвертый. Написание программ в терминах проблемной области, а не низкоуровневых деталей реализации, преследует ту же цель. И пятый пример. Использование возможных конвенций освобождает разум от забот о банальных аспектах программирования, не приносящих особой пользы. Возможно, вы думаете, что было бы благороднее развить умственные способности и отказаться от этих костылей. Возможно, вам кажется, что программист, использующий умственные костыли, идет окольными путями. Однако, эмпирически было показано, что скромные программисты, компенсирующие свои недостатки, пишут более понятный код, содержащий меньше ошибок. Настоящий окольный путь – это путь ошибок и сорванных планов. Любопытство. Как только вы признали, что ваши способности слишком малы для понимания большинства программ и поняли, что эффективное программирование – это поиск способов компенсировать данный недостаток, вы начинаете этот поиск, продолжающийся вплоть до окончания карьеры. А поэтому важная черта характера программиста – это любопытство к техническим вопросам. Релевантная техническая информация постоянно изменяется. Многим веб-программистам никогда не приходилось программировать для Microsoft Windows, а многие разработчики программ для Windows никогда не имели дело с DOS, Unix или перфокартами. Специфические особенности технической среды изменяются каждые 5-10 лет. Если вы недостаточно любопытны для того, чтобы не отставать от изменений, вы рискуете разделить участь динозавров. Программисты часто так заняты работой, что у них не остается времени на изучение более эффективных способов работы. Если это относится и к вам, вы не одиноки. И ниже я расскажу, как развить любопытство и сделать обучение приоритетом. Изучите процесс разработки. Чем больше вы узнаете о процессе разработки программного обеспечения из книг или на собственном опыте, тем лучше будете понимать изменения и тем эффективнее вести свою группу в правильном направлении. Если ваша работа состоит исключительно из краткосрочных заданий, не способствующих развитию навыков, подумайте, как исправить эту ситуацию. Если вы работаете на конкурентном рынке ПО, половина ваших знаний устареет за 3 года. Без обучения вы превратитесь в ископаемое. Не тратьте время, работая на компанию, не учитывающую ваших интересов. Несмотря на экономические подъемы и спады и перемещение некоторых рабочих мест в другие регионы, ожидается, что среднее число рабочих мест, связанных с программированием за период с 2002 до 2012 года, а уже, кстати, в 2018, в США значительно увеличится. Ожидается, что число должностей и системных аналитиков вырастет примерно на 60%, а разработчиков примерно на 50%. Что касается всех должностей, связанных с компьютерами, то в дополнение к 3 миллионам имеющихся рабочих мест за это время будет создано еще около 1 миллиона мест. Если работа не способствует вашему развитию, найдите другую работу. Ну, это такой вывод. Экспериментируйте. Экспериментирование с процессами программирования и разработки – это эффективный способ самообразования. Если вы не знаете, как работает какая-то возможность языка, напишите небольшую программу и узнайте. Создайте прототип. Изучите выполнение программы в отладчике. Гораздо лучше написать короткую программу для проверки какой-то возможности, чем создать большую программу, реализовав в ней возможность, которую вы не совсем понимаете. А если короткая программа показывает, что какая-то функция работает не так, как вы хотите? Этого вам и нужно. Лучше обнаружить это в небольшой программе чем в большой. Быстро совершая ошибки и извлекая из них уроки, вы облегчите себе путь к эффективному программированию. Ошибка – это не грех. Неспособность к обучению на основе ошибок – вот что такое грех. Читайте о решении проблем. Решение проблем – главный аспект создания программного обеспечения. Эксперименты показали, что люди не всегда находят эффективные стратегии решения проблем сами, хотя легко обучаются этим стратегиям. Так что, даже если вы хотите изобрести колесо, успех не гарантирован. Ваше колесо может оказаться квадратным. Анализируйте и планируйте, прежде чем действовать. Анализ и действие несколько противоречат друг другу. В какой-то момент вы должны прекратить сбор данных и начать действовать. Однако, проблемой большинства программистов является неизбыточный анализ. Как правило, чаша действия значительно перевешивает чашу анализа, и проблема аналитического паралича крайне редко угрожает программистам. Изучайте успешные проекты Особенно хороший способ самообразования это изучение опыта лучших программистов. Джон Бентли считает, что вы должны иметь возможность сесть в кресло со стаканом Брэнди и сигарой и читать программу, как хороший рассказ. Это не так неестественно, как кажется. Большинству людей не хотелось бы тратить свободное время на анализ 500-страничного листинга. Но многим вполне понравилось бы изучить высокоуровневый проект кода и погрузиться в некоторые тонкости. При разработке программного обеспечения крайне редко используются данные о прошлых успехах и неудачах. Если бы вас интересовала архитектура, вы бы изучили чертежи Льюиса Салливана, Фрэнка Ллойда Райта и других известных архитекторов. Возможно, вы посетили бы спроектированные ими здания. Если бы вас интересовало проектирование строительных конструкций, вы бы изучили мосты Бруклин Бридж, Такома Нэрро Бридж и другие структуры из бетона, стали и дерева. Вы изучили бы примеры успехов и неудач в своей отрасли. Томас Кун указывает на то, что частью любой зрелой науки является набор удачных решений проблем, которые можно использовать в качестве образцов при последующей работе. Разработка программного обеспечения начинает приближаться к этому уровню зрелости. В 1990 году Организация Computer Science and Technology Board пришла к выводу, что задокументированных исследований успехов и неудач в отрасли разработки программного обеспечения мало. В журнале Communication of the IASC-ME приводятся доводы в пользу обучения на основе исследований конкретных проблем программирования. Это кое о чем говорит. То, что один из самых популярных разделов в компьютерных журналах Programming Pearls был создан на основе исследований конкретных случаев проблем программирования, также наводит на мысли. Одна из самых популярных книг по разработке программного обеспечения «Мифический человеком месяц» основана на исследовании управления проектом разработки IBM OS 360. Имеется ли у вас книга, включающая исследования конкретных проблем программирования? Или нет? Ищите код, написанный лучшими программистами, и читайте его. Старайтесь изучить код программистов, которых вы уважаете. Взгляните на код программистов, которых вы не уважаете. Сравните их варианты кода между собой и со своим собственным. Каковы различия? Почему код различается? Какой вариант лучше? Почему? Не ограничивайтесь чтением кода других программистов. Старайтесь также узнать, что эксперты думают о вашем коде. Найдите высококлассных программистов, которые согласились бы покритиковать ваш код. Слушая критику, игнорируйте аспекты, связанные с их субъективными взглядами, и сосредоточьтесь на важных моментах. После этого измените свой подход к программированию так, чтобы он стал еще лучше. Читайте. У многих программистов документация вызывает страх. Очень часто она плохо написана и организована. И все же преодоление документофобии может принести большую пользу. Документация – это ключ к замку программного обеспечения. И ее чтение никогда не бывает пустой тратой времени. Игнорирование имеющейся информации стало настолько частым явлением, что привело к возникновению специального акронима RTFM, который расшифровывается как Read the Manual. Почти все современные языки дополняются огромным объемом библиотечного кода. Время, потраченное на изучение документации к библиотекам, будет хорошей инвестицией. Скорее всего, компания, разработавшая данную версию языка, уже создала массу нужных вам классов. Если это так, приложите все усилия, чтобы ознакомиться с ними. Просматривайте документацию примерно каждые два месяца. Читайте другие книги и периодические издания. Похвалите себя за чтение этой книги. За это время вы продвинулись вперед гораздо дальше, чем большинство ваших коллег. Потому что объем этой книги превышает годичный объем чтения большинства программистов. Неторопливое, но регулярное чтение это надежный путь к высоким профессиональным достижениям. Если читая примерно по 35 страниц в неделю, вы будете прочитывать одну хорошую книгу по программированию каждые два месяца. Скоро вы получите основательный багаж знаний и начнете выгодно отличаться почти от всех окружающих вас разработчиков. Обобщайтесь с единомышленниками. Познакомьтесь с другими людьми, стремящимися улучшить навыки разработки программного обеспечения. Посещайте конференции, вступите в группу пользователей, общайтесь на интернет-форумах. Постоянно стремитесь к профессиональному развитию. Хорошие программисты всегда ищут возможности дальнейшего совершенствования. Обдумайте следующую лестницу профессионального развития, используемую в моей и нескольких других компаниях. Уровень 1. Начало. Новичок – это программист, способный использовать базовые возможности одного языка. Такой человек может писать классы, методы, циклы и условные операторы, а также использовать многие средства, поддерживаемые языком. Уровень 2. Средний уровень. Программист среднего уровня прошел начальный этап, может использовать базовые возможности нескольких языков и очень хорошо владеет по меньшей мере одним языком. Уровень 3. Компетентность. Компетентный программист обладает экспертными знаниями языка, среды или того и другого. Программист этого уровня может знать все тонкости Java 2EE или помнить все все аннотированное справочное руководство по C++. Такие программисты очень ценны для работодателей. И многие из программистов никогда не поднимаются выше этого уровня. Уровень 4. Лидерство. Лидер имеет квалификацию программиста 3 уровня и понимает, что программирование на 85% состоит из общения с людьми и лишь на 15% из общения с компьютером. Средний программист только 30% времени работает в одиночку. И еще меньше времени тратит на взаимодействие с компьютером. Гуру программирования пишут код для людей, а не для машин. Истинные гуру пишут абсолютно ясный код, не забывая при этом комментировать его. Они не тратят, они не хотят тратить свои драгоценные умственные ресурсы на восстановление логики какого-то фрагмента кода, если можно было бы легко понять, прочитав краткий комментарий. Прекрасный программист, не уделяющий должного внимания удобочитаемости кода, вероятно, сможет достичь лишь уровня 3, да и то в самом лучшем случае. Судя по моему опыту, главная причина нечитабельности кода в том, что код плох. Никто не говорит себе, мой код плох, поэтому я сделаю его непонятным. Программисты просто не понимают свой код достаточно хорошо, чтобы сделать его удобочитаемым. И это запирает их на одном из более низких уровней. Самый худший код, который я когда-либо видел, написала женщина, никому не позволявшая изучать ее программу. В конце концов, начальник пригрозил ей увольнение, если она не будет сотрудничать с коллегами. В ее коде полностью отсутствовали комментарии. Но зато в избытке имелись глобальные переменные с именами вроде x, xxx, xxx1, xxx2 и так далее. Начальник ее начальника считал ее отличным программистом, потому что она быстро исправляла ошибки. Качество ее кода предоставило ей массу возможностей продемонстрировать свой талант исправления ошибок на деле. Быть программистом начального или среднего уровня не грех. Быть компетентным программистом, а не лидером, также не грех. Но если вы знаете, что нужно делать для собственного развития и ничего не предпринимаете, иначе как грехом назвать это нельзя. Профессиональная честность. Становление высококвалифицированного программиста предполагает развитие обостренного чувства профессиональной честности, которое может проявляться в самых разных формах. Это отказ от притязаний на роль эксперта, если вы им не являетесь. Далее. Охотное признание собственных ошибок. Далее. Стремление разобраться в предупреждениях компилятора вместо их отключения. Далее. Желание ясно понять программу и отказ от компиляции кода с той лишь целью, чтобы узнать, работает ли он. Далее. Предоставление реалистичных отчетов о статусе проекта. Далее. Предоставление реалистичных оценок срока выполнения проекта и отстаивание своей позиции, даже если руководители просят адаптировать оценку. Два первых элемента этого списка. Признание собственных недостатков и ошибок можно считать отголосками интеллектуальной скромности, рассмотренной выше. Как вы узнаете что-то новое, если вы будете считать, что уже все знаете. Если на то пошло, гораздо лучше считать, что вы ничего не знаете. Прислушивайтесь к мнениям людей и учитесь у них. Но старайтесь при этом понять, действительно ли они знают, что говорят. Оценивайте степень своей уверенности в тех или иных суждениях. Если вы обычно уверены в них на 100%, это предупреждающий знак. Отказ от признания ошибок это особенно вредная привычка. Если Салли отказывается признать ошибку, она очевидно считает, что сможет убедить в этом окружающих, но на самом деле имеет место обратное. Все будут знать, что ошибку допустила Салли. Ошибки – естественный результат подъемов и спадов сложных интеллектуальных процессов. Если Салли не была небрежной, никто не будет ее ни в чем упрекать. Если она отказывается признать ошибку, она сможет одурачить только одного человека – себя. Что касается ее коллег, то они поймут, что они работают с надменным и не совсем искренним программистом. Это уже не просто ошибка, а нечто худшее. Если вы совершили ошибку, признавайте это быстро и охотно. Еще один распространенный недостаток – это убежденность в понимании сообщений компилятора. Если вы не понимаете предупреждений компилятора или думаете, что понимаете, но вам не хватает времени, чтобы проверить свое предположение, к чему это приведет? Вероятно, в итоге вам придется решать проблему с нуля, тогда как компилятор буквально размахивал готовыми решениями перед вашим носом. Если меня попросят помочь отладить программу, я спрашиваю, компилируется ли она без ошибок и предупреждений. Довольно часто программисты отвечают «да» и начинают объяснять симптомы проблем. Я отвечаю «хмм, похоже на неинициализированный указатель». «Но компилятор должен был предупредить вас об этом». В ответ на это они заявляют «о, да, он предупреждал об этом, но мы думали, что это означает что-то другое». Совершив ошибку, вы едва ли сможете убедить людей в том, что она не ваша. Обмануть компьютер еще сложнее, так что не тратьте попусту свое время. Похожий вид интеллектуальной небрежности имеет место тогда, когда вы не совсем понимаете свою программу и просто компилируете ее, чтобы увидеть, будет ли она работать. Примером может служить запуск программы с целью определить, какое условие следует использовать «меньше» или «меньше равно». На самом деле, работоспособность программы в этой ситуации не играет никакой роли, потому что вы понимаете ее недостаточно хорошо, чтобы сказать, почему она работает. Помните, тестирование может указать только на наличие, но не на отсутствие ошибок. Если вы не понимаете программу, вы не сможете тщательно ее протестировать. Компиляция программы с целью посмотреть, что будет – это предупреждающий знак. Это может означать, что вам нужно вернуться к проектированию или что вы приступили к кодированию, плохо понимая свои действия. Прежде чем компилировать программу, убедитесь, что вы ее хорошо понимаете. Оценка статуса проекта – это один из главных источников лжи в нашей работе. Программисты печально известны своими заявлениями, согласно которым на протяжении всей второй половины проекта программа неизменно готова на 90%. Если вы плохо представляете ход работы над проектом, постарайтесь лучше разобраться в методах работы. Но если вы не говорите правду, потому что хотите угодить своим руководителям, это совсем другое дело. Как правило, руководители будут благодарны вам за объективные оценки статуса проекта, даже если эти оценки им не понравятся. Если ваши выводы обоснованы, вы сказывайте их лично и без всяких прикрас. Для координации процесса разработки руководителям нужна точная информация, и искреннее сотрудничество играет при этом очень важную роль. С сообщением неверного статуса проекта связана неверная оценка срока выполнения проекта. Типичный сценарий таков, руководитель спрашивает у Берта, сколько времени требуется на разработку новой базы данных. Берт беседует с программистами, подсчитывает некоторые показатели, возвращается и говорит, что над проектом должны будут работать 8 программистов в течение 6 месяцев. Руководитель говорит, нас это не устраивает. Можно ли выполнить проект быстрее или с меньшим числом программистов? Берт уходит, думает и решает, что он мог бы сократить время обучения и отпуска и попросить каждого из программистов поработать сверхурочно. Он возвращается и говорит, что проект будет реализован 6 программистами за 4 месяца. Руководитель заявляет, отлично, это довольно низкоприоритетный проект, поэтому постарайтесь выполнить его точно вовремя. Мы не справимся с дополнительными расходами. К сожалению, Берт не учел, что оценка не может являться предметом переговоров. Он может пересмотреть оценку и сделать ее более точной, но переговоры с руководителем не повлияют на время, необходимое для реализации проекта. Билл Баймер из IBM однажды заявил, мы обнаружили, что технические специалисты в целом очень точно оценивали требования, предъявляемые к проектам. И сроки их реализации. Но они не смогли защитить свои решения. Им нужно научиться отстаивать свое мнение. Пообещав выполнить проект за 4 месяца и выполнить за 6, Берт едва ли обрадует своего руководителя сильнее, чем пообещав выполнить проект за 6 месяцев и сдержать свое слово. Не сдержав обещания, Берт потеряет доверие. А отстаивая свою позицию, лишь заслужит уважение. Если руководство давит на вас, желая услышать более приемлемую оценку, дайте понять, что окончательное решение о том, следует ли браться за проект, остается за ними. Смотрите, вот сколько это будет стоить. Я не знаю, приемлема ли такая цена для компании, это ваша работа. Но я могу сказать, сколько времени потребуется для разработки программного обеспечения. Это моя работа. Обсуждать сроки в данном случае неуместно. Это все равно, что обсуждать сколько футов в миле. Мы не можем пересмотреть законы природы. Однако мы можем пересмотреть другие аспекты проекта, влияющие на срок его выполнения, и переоценить его. Мы можем отказаться от некоторых возможностей, снизить производительность, выполнить проект инкрементно, а также привлечь к работе меньшее число людей и установить более длительный срок выполнения проекта. Или наоборот, привлечь больше разработчиков и сделать проект быстрее. Один из самых ужасных ответов я получил на лекции об управлении проектами разработки ПО. Лектором был автор бестселлера по управлению проекта. Один из присутствующих спросил, что вы делаете, если руководители просят оценить срок выполнения проекта, но вы знаете, что если вы сообщите верную оценку, они откажутся от проекта. Лектор ответил, что в такой щекотливой ситуации следует склонить руководителей к реализации проекта, не дооценив его. Он сказал, что как только руководители инвестируют средства в первую часть проекта, им придется довести его до конца. Абсолютное заблуждение. Начальство отвечает за управление компанией в целом. Если какая-то функция программы обойдется компанией в 250 тысяч долларов, а вы оцените ее в 750 тысяч, разрабатывать программу не следует. Принимать такие решения должны руководители. Когда лектор отстаивал недооценку проекта, он отстаивал скрытое воровство власти у руководителей. Если вы считаете, что проект интересен, открывает перед компанией новые возможности и позволяет многому научиться, так и скажите. Руководители тоже способны взвесить эти факторы, но подталкивание их к неверным решениям может стоить компании сотен тысяч долларов. Если из-за этого вы лишитесь работы, пеняйте на себя. Общение и сотрудничество. По-настоящему отличные программисты учатся эффективно сотрудничать, что всегда подразумевает написание удобно читаемого кода. Вероятно, компьютер читает вашу программу так же часто, как другие люди, но он читает плохой код гораздо лучше, чем люди. Работая над кодом, не забывайте про людей, которым придется изменять его в будущем. Программирование – это в первую очередь общение с другим программистом и только во вторую с компьютером. Творчество и дисциплина. Итак, тут вначале у нас цитатка. Даже не цитатка, ну что-то такое. Закончив институт, я считал себя лучшим программистом в мире. Я мог разработать непобедимый алгоритм игры в крестике нолики, владел пятью разными языками и мог писать программы из тысячи строк, которые работали в самом деле. Затем я очутился в реальном мире. Первая моя задача в реальном мире требовала, чтобы я разобрался в программе из двухсот тысяч строк кода, написанной на фортране, и ускорил ее в два раза. Любой реальный программист скажет вам, что никакие методики структурного кодирования никогда не помогут решить подобную проблему. Для этого требуется настоящий талант. Эдпост. Закончилась фраза. Ладно, идем дальше. Выпускнику института трудно объяснить важность конвенции и дисциплины. Самая крупная программа, написанная мной в институте, состояла примерно из 500 строк исполняемого кода. За свою профессиональную карьеру я написал десятки утилит, включающих меньше 500 строк. Однако, в среднем, мои проекты содержали от 5000 до 25000 строк, а объемы некоторых проектов, в которых я принимал участие, достигал полумиллиона строк. Подобные проекты требуют не тех же навыков в более крупном масштабе, а совершенно иных навыков. Некоторые программисты считают, что стандарты и конвенции подавляют свободу творчества, но с этим трудно согласиться. Можете ли вы представить веб-сайт, на каждой странице которого использовались бы разные шрифты, цвета, способы выравнивания текста, графические стили и способы навигации? Какое уж тут творчество? Это хаос. Если стандарты и конвенции не используются в крупном проекте, завершить его становится невозможно. Не тратьте свою творческую энергию на то, что не играет никакой роли. Установите конвенции для второстепенных областей и сосредоточьтесь на действительно важных аспектах. Анализируя 15-летний опыт работы в лаборатории проектирования ПО НАСА, МакГарри и Паджерси пришли к выводу, что особенно эффективными были методики и инструменты, акцентированные на дисциплине. Многие в высшей степени творческие люди отличаются крайней дисциплированностью. Форма освобождает, гласит пословица. Прекрасные архитекторы и художники работают в условиях ограниченности физических материалов, времени и расходов. Любой, кто изучал произведения Леонардо да Винчи, не может не восхищаться его дисциплинированным вниманием к подробностям. Перед росписью свода Сиктинской капеллы Микеланджело разделил его на симметричные наборы геометрических фигур, таких как треугольники, окружности и прямоугольники. Он разделил свод на три зоны в соответствии с тремя этапами Платона. Без этой структуры и дисциплины 300 человеческих фигур были бы просто хаотично разбросаны фрагментами, а не согласованными элементами художественного шедевра. Создание шедевра программирования требует не меньшей дисциплины. Если вы не проанализируете требования и проект до начала кодирования, многие знания вам придется приобретать во время кодирования. И результат вашей работы будет больше напоминать мазню трехлетнего ребенка, а не произведение искусства. Лень Лень может проявляться несколькими способами. Отсрочками выполнения неприятной задачи. Немедленное выполнение неприятной задачи с целью как можно более быстрого избавления от нее. Написание инструмента для выполнения неприятной задачи, чтобы ее никогда не пришлось выполнять снова. Одни проявления лени лучше, другие хуже. Первое едва ли когда-нибудь бывает выгодным. Наверное и вы когда-то тратили несколько часов на выполнение необязательных задач. Желаю отсрочить решение относительно неважной задачи, избежать которой тем не менее вы не могли. Я ненавижу ввод данных и многие программы требуют ввода небольшого объема данных. Я иногда откладываю работу над программой на несколько дней только за тем, чтобы отсрочить неизбежный ввод нескольких страниц чисел вручную. Это истинная цель, это истинная лень. Она проявляется и в компиляции класса с целью проверки его работоспособности и избавления от проверки класса в уме. Небольшие задачи никогда не бывают такими плохими, какими кажутся. Вы сможете избавиться от первого типа лени, если вы работаете привычку выполнять эти задачи сразу. Эта привычка соответствует второму типу лени, просвещенному. Вы все так же ленитесь, но решаете неприятные проблемы, тратя на них как можно меньше времени. Третий вариант лени предполагает написание инструмента для выполнения неприятной задачи. Это долговременная лень. Несомненно, это самый продуктивный вид лени. В этом контексте определенная лень даже выгодна. Однако лень имеет и обратную сторону. Спешка и усилие ценятся в программировании совсем не так высоко, как на уроках физкультуры. Спешка – это дополнительные ненужные усилия. Они указывают на активность, но не на выполнение работы. Движение нетрудно спутать с прогрессом, а занятость с продуктивностью. Главную роль в эффективном программировании играет мышление, а размышляющие люди обычно не кажутся занятыми. Если бы я видел, что какой-то программист постоянно занят, я подумал бы, что он не важный программист. Потому что он не использует свой наиболее ценный инструмент, которым, как известно, является голова. Свойства, которые менее важны, чем кажутся. Помимо спешки, есть и другие свойства, уместные в других областях жизни, но не особо эффективные при разработке ПО. Настойчивость. Как и большинство подобных субъективных понятий, настойчивость в зависимости от обстоятельств может быть и достоинством, и недостатком. И обозначается разными словами. Если вы хотите считать ее плохим качеством, вы называете ее упрямством, а то и ослиным упрямством. Если вы желаете придать ей хороший оттенок, вы можете назвать ее упорством. Как правило, при разработке ПО, настойчивость принимает форму ослиного упрямства, то есть пользы не приносит. Настойчивое стремление довести код до ума с использованием одного подхода трудно признать достоинством. Попробуйте перепроектировать класс, перепишите код или вернитесь к проблеме позже. Если один подход не работает, самое время испытать другой. Во время отладки иногда очень увлекательно отслеживать надоедливую ошибку. 4 часа. Но если в течение какого-то времени, скажем 15 минут, вы не добиваетесь прогресса, обычно лучше отложить поиск ошибки. Позвольте своему подсознанию немного поработать над проблемой. Попробуйте подумать об альтернативном подходе, который вообще устранил бы проблему. Перепишите проблемный фрагмент кода с нуля. Вернитесь к нему со свежей головой. В борьбе с компьютерными проблемами нет ничего благородного. Лучше их избегать. Трудно сказать, когда отложить работу, но очень важно, чтобы вы не спрашивали себя об этом. Если вы чувствуете замешательство, задайте себе этот вопрос. Это не всегда означает, что пришло время сдаться. Однако, скорее всего, это значит, что пора установить некоторые временные параметры. Если я не решу эту проблему с использованием этого подхода в следующие полчаса, я проведу 10-минутный мозговой штурм в поиске других подходов и попробую в течение следующего часа самый лучший из них. Опыт. По ряду причин важность практического опыта в сравнении с книжным образованием в области программного обеспечения не столь велика, как во многих других областях. В других областях базовое положение изменяется довольно медленно, вследствие чего люди, закончившие вуз с интервалом в 10 лет, обладают по сути одинаковыми знаниями. В отрасли разработки ПО даже основы претерпевают быстрые изменения. Человек, закончивший вуз через 10 лет после вас, вероятно, будет знать вдвое больше об эффективных методиках программирования. К программистам старшего возраста относятся с подозрением не только потому, что они якобы не имеют представления об отдельных технологиях, а потому, что они, возможно, никогда не сталкивались с базовыми концепциями программирования, распространившимися после того, как они закончили вуз. В других областях текущее знание человека о работе будут служить ему и завтра. Что до разработки ПО, то если программист не способен пересматривать привычные способы мышления, приобретенные им при использовании предыдущего языка программирования, или методики оптимизации кода, работавшие на старом компьютере, наличие опыта окажется худшим вариантом, чем его полное отсутствие. Многие программисты тратят время на подготовку к завершившейся битве, а не предстоящей. Если вы не изменяетесь вместе со временем, опыт скорее вредит, чем помогает. Кроме того, опираясь на собственный опыт, люди часто делают неверные выводы. Трудно объективно оценить свою жизнь. Вы можете упустить из виду ключевые элементы своего опыта, которые подтолкнули бы вас к другим выводам, если бы вы их учли. В этом смысле могут помочь книги о работе других программистов, потому что как вы узнаете опыт других людей, достаточно очищенный, чтобы его можно было бы изучить объективно. Стоит упомянуть также абсурдное внимание к объему опыта программистов. Нам нужен программист, обладающий пятилетним опытом программирования на C. Это глупое высказывание. Если программист не изучил C за год или два, еще три года не сыграют особой роли. Подобный вид опыта очень слабо связан с производительностью труда. Быстрые изменения информации в сфере программирования создают странную динамику в области опыта. Во многих отраслях специалист, имеющий за плечами массу успехов и достижений, может расслабиться и наслаждаться заслуженным уважением. В то же время знания расслабившегося программиста очень быстро устаревают. Чтобы поддерживать компетентность, вы должны идти в ногу со временем. Для молодых и энергичных программистов это преимущество. Более пожилые программисты иногда чувствуют, что они уже заслужили свои эпалеты. И возмущаются, когда их год за годом принуждают подтверждать квалификации. Главное то, что опыт может иметь разное качество. Если вы работаете 10 лет, получаете ли вы 10 лет опыта? Или 1 год опыта 10 раз? Чтобы приобрести истинный опыт, вы должны действовать с умом. Если вы постоянно учитесь, вы приобретаете опыт. Если вы не учитесь, о приобретении опыта не может быть и речи. Как бы долго вы не работали. Страсть к программированию. Есть... Ну, тут тоже типа цитатки. Если вы не проводили хотя бы месяц, работая над одной программой, работая по 16 часов в день, грязя о ней в остальные 8 часов беспокойного сна, работая несколько ночей подряд над устранением из программы одной последней ошибки, вы не писали сложную компьютерную программу. Тогда вам трудно понять, что в программировании есть что-то захватывающее. И это высказывание принадлежит Эдварду Йордану. Настолько щедрая дань богам программирования, это едва ли не самый верный путь к неудаче. Ночные бдения позволят вам на какое-то время почувствовать себя самым великим программистом в мире. Но потом вам придется потратить несколько недель на исправление дефектов, внесенных в код в безудержном порыве. Во что бы то ни стало, вызовите у себя увлечение программированием. Но помните, что увлечение никогда не заменит компетентности. Привычки. Итак, тоже тут под глава начинается с высказывания Аристотеля. Следовательно, нравственные добродетели существуют в нас не от природы и не вопреки природе, а благодаря приучению мы в них совершенствуемся. «Ибо если нечто следует делать, пройдя обучение, то учимся мы, делая это. Хорошо строя дома, люди станут добрыми зодчими, а строя худо – худыми». Так что, вовсе не мало, а очень много, пожалуй, даже все зависит от того, к чему именно приучаться с самого детства. Аристотель. Выработать хорошие привычки крайне важно, потому что очень многое из того, что вы делаете как программист, вы делаете, не задумываясь. Например, когда-то мы могли думать о форматировании циклов, но вы не думаете об этом при написании каждого нового цикла. Вы пишите их, как привыкли. Это относится почти ко всем аспектам форматирования кода. Когда вы в последний раз всерьез задумывались о своем стиле форматирования. Если вы программируете около 5 лет, скорее всего 4,5 года назад. Позднее вы просто следовали привычки. Привычки, связанные со многими областями. Так, программисты обычно тщательно проверяют индексы циклов и не проверяют операторы присваивания, из-за чего ошибки в операторах присваивания гораздо сложнее искать, чем ошибки индексирования циклов. Вы отвечаете на критику дружелюбно или не дружелюбно. Вы всегда стремитесь сделать код удобочитаемым или быстрым, или не обращаете на это никакого внимания. Если при выборе между написанием быстрого и удобочитаемого кода вы каждый раз делаете один и тот же выбор, вы на самом деле не выбираете. Вами движет привычка. Взгляните на излечение Аристотеля еще раз и замените слова «нравственные добродетели» на «программистские добродетели». Аристотель утверждает, что вы не расположены ни к хорошему, ни к плохому поведению. Поэтому вы можете стать как хорошим, так и плохим программистом. Главным способом становления хорошим или плохим в своей области является самодеятельность. Строительство в случае строителей, в программировании, и программирование в случае программиста. То, что вы делаете, становится привычкой. И со временем именно привычки начинают определять, хороший вы программист или плохой. Билл Гейтс говорит, что любой программист, который впоследствии станет хорошим, хорош уже в первые несколько лет. После этого измениться практически невозможно. Если вы программируете уже много лет, вряд ли вы внезапно зададитесь вопросом, как я делаю этот цикл быстрее? Или как я делаю этот код более удобочитаемым? Это привычки, которые хорошие программисты вырабатывают на самых ранних стадиях обучения. Обучаясь делать что-то, сразу учитесь делать это правильно. В первый раз вы активно обдумываете свои действия, и все еще можете с легкостью изменить свой подход. Выполнив что-то несколько раз, вы начинаете уделять меньше внимания своим действиям. И сила привычки берет свое. Проверяйте, что вы приобретаете именно те привычки, какие хотите. Что если вы еще не выработали самые эффективные привычки? Как изменить плохую привычку? Будь у меня окончательный ответ на вопрос, я бы продавал видеокассеты с записями курсов самопомощи. Но один стоящий совет я дам. Вы не можете заменить плохую привычку на отсутствие привычки. Именно поэтому люди, пытающиеся бросить курить, скверно словить или переедать, испытывают огромные затруднения, пока не заменят старую привычку на какую-то другую, например, жевание жевательной резинки. Легче заменить старую привычку на новую, чем полностью избавиться от привычки. Таким образом, попробуйте выработать новые эффективные привычки. Например, выработайте привычку писать класс на псевдокоде перед кодированием. Или тщательно читать код перед его компиляцией. Тогда вам не придется беспокоиться об избавлении от плохих привычек. Они естественным путем будут вытеснены новыми привычками. Ну и глава заканчивается и, как всегда, ключевые моменты. Итак, ключевые моменты. Способность к написанию программ напрямую зависит от личного характера. Важнейшее качество программиста – это скромность, любопытство, профессиональная честность, творчество и дисциплина, а также просвещенная лень. Чтобы стать отличным программистом, можно не обладать особым талантом, но необходимо постоянно стремиться к самосовершенствованию. Удивительно, но интеллект, опыт и настойчивость вредят программистам не меньше, чем помогают. Многие программисты не ведут активного поиска новых сведений и методик, а полагаются на случайные столкновения с новой информацией на работе. Если вы посвятите небольшую долю своего времени чтению книг и изучению программирования, через несколько месяцев вы будете намного превосходить почти всех своих коллег. Хороший характер во многом продукт правильных привычек. Если хотите стать великолепным программистом, выработайте правильные привычки, а все остальное придет само собой. Ну, а на сегодня все. Глава 33 окончена. Окончена. Сейчас я гляну, что у нас тут еще осталось. У нас тут осталась 34 глава. Наверное, все. 35 я не буду тут, где искать дополнительную информацию. Короче, осталась еще одна глава. И на этом книга все. Ну, а на сегодня тоже все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. И все такое. Всем пока.